Как понять, что мужчина любит вас на самом деле? Сегодня поговорим и разберем 5 признаков того, что это действительно так. Что мужчина вас любит. Не какая-то, знаете, вот эта история, связанная с похотью, страстью, он вас хочет. Он, не знаю, там эмоциональный такой, в первый период знакомства, он влюблен. Мы говорим про конкретную любовь мужчины. И очень важный момент. Любовь мужчины и любовь женщины это совершенно разная любовь. Вот то, как женщина себе представляет любовь. Многие из вас, кстати, хотят, чтобы и мужчины так же любили. Но мы немножко другие. Но при этом есть такие основополагающие признаки, на основании которых можно действительно понять, что рядом со мной мужчина, который меня действительно любит. Очень важно досмотреть это видео до конца, потому что благодаря последнему пункту вы соберете полную картинку, пазл сложится. Вами невозможно будет манипулировать. Вы будете точно знать, что мужчина вас действительно любит. Итак, первый признак того, что мужчина действительно любит вас, он не пытается вас переделать и принимает вас вот такой, какая вы есть. Это говорит о зрелости его отношения к вам. Дело в том, что женщины, вы часто встречаете мужчин, которые что-то пытаются в вас изменить. В вашем характере считая, что он не соответствует взгляду мужчины на то, какой должна быть женщина. Ваши привычки, ваши какие-то увлечения, ваша внешность. То есть мужчина пытается в вас что-то изменить и вы, к большому сожалению, поддаетесь на такую манипуляцию и начинаете работу над собой. Возникает вопрос, как вы думаете, если даже допустить такой вариант, вы что-то в себе изменили, вы думаете, мужчина на этом остановится? Нет. Как правило, к таким мужчинам, которые постоянно что-то хотят изменить в своей женщине, относятся люди с таким избегающим типом личности, либо контрзависимые такие. То есть для них формат близких отношений, он незнаком и небезопасен. И их задача основная, таких мужчин, постоянно обнаруживать в своей женщине какое-то говно, пытаться его переделать. Говно это на его взгляд, вы можете быть абсолютно нормальной женщиной, постоянно что-то переделывать в вас, но когда он обнаруживает в вас какие-то недостатки, по его мнению, это прекрасный способ не идти с вами в близкие отношения. А это уже попахивает невротизмом, это уже попахивает незрелостью. С таким мужчиной опасно быть в отношениях. Я вам приведу очень простой пример. Например, девушка встречается с мужчиной, заканчивается этап влюбленности, отношения развиваются, развиваются, но в какой-то момент она беременеет. Представляете? И когда она забеременела, мужчина начинает ей выдвигать условия. Он ей говорит, если ты, внимание, просто вслушайтесь в это, если ты поправишься, я с тобой разведусь. То есть мужчина ставит перед фактом, перед выбором женщины, то есть если ты из-за беременности поправишься и станешь непривлекательной для меня, я уйду от тебя. Это о чем говорит? О том, что ваш мужчина, этот мужчина, ну как минимум незрелый сопляк, который не то чтобы не осознает всех процессов, происходящих с женщиной беременной. Он вообще не готов к отношению, то есть для него любовь это что-то непознанное, то есть для него важно то, как его женщина выглядит, а из-за чего она поправилась, его вообще не интересует. Есть другие мужчины, которые пытаются переделать внешность женщины без беременности. Она не так смеется как-то, у нее не такие волосы, у нее не такие пальцы, у нее не такая фигура. И мужчина постоянно что-то переделывает. Это говорит о том, что вас не любят. Вас пытаются подогнать под комфортную для своей психики систему восприятия. Все. Любящий и заботливый мужчина принимает женщину вот такой, какая она есть. С ее недостатками. Единственное, к чему он не готов и с чем он не будет никогда мириться, это с вашим недостойным поведением. А это две огромные разницы. Чувствуете? Вот когда женщина, например, случайно хрюкнула во сне, это что, недостойное поведение или недостаток? Это недостаток. Ну, всякое бывает. И вы во сне можете и хрюкнуть, и пукнуть. А вот если она, например, пока вы спите, пошла с соседом, потрахалась, это уже недостойное поведение. Понимаете разницу? Чувствуете? Поэтому важно понять для себя, что если ваш мужчина постоянно вас переделывает, вашу личность, вас никто не любит. И вот эти все рассуждения, вся эта лирика, все попытки вас убедить в обратном, должны вами делиться на сто. Это не любовь. Запомните это раз и навсегда. И вы представьте себе, а есть же женщины, которые, например, годами находятся рядом с мужчинами, которые пытаются что-то изменить в них. И годами эти отношения похожи не на отношения, а на постоянные какие-то разборки, выяснения чего-то. И иногда у женщины даже может возникнуть вопрос, а надо ли мне это? Нужны ли мне эти отношения? И у меня, кстати, на моем бесплатном онлайн интенсиве, я такая одна удобная или уникальная, принимать участие в котором можно из любой точки мира, есть очень интересный вебинар. Он называется «Сохранить отношения или расстаться». Я там очень подробно рассказываю, на что необходимо обратить внимание женщине для того, чтобы не на эмоциях, как это любят делать женщины, а осознанно сделать для себя вывод. Отношения, в которых я нахожусь, они разрушают меня или наоборот помогают мне быть счастливой. И мы там рассматриваем и недостойное поведение, разницу психологии отношений мужчины и женщины в паре, и недостатки, и как мужчина и женщина могут договориться в конфликте. То есть этот вебинар, в принципе, отвечает на вопросы абсолютно любой женщины, которая находится в отношениях, либо только вышла из отношений недавно, каких-то деструктивных, помогает разобраться в себе. Переходите по ссылке под этим видео, проходите регистрацию, где бы вы ни были, хоть в Китае, хоть в Америке, вы можете принимать участие, главное, чтобы у вас был интернет. Я вас уверяю, после этого вебинара у вас не останется ни одного вопроса. Но, по крайней мере, девушки, которые его смотрят, говорят именно так. Вопросов больше не имеем. Спасибо большое. Второй признак, что мужчина вас действительно любит. Вот смотрите, я сразу с примера начну. Приходит ко мне девушка и говорит, Марк, я в отношениях с мужчиной уже целый год. За этот год у меня пропал круг моего общения, то есть исчезли куда-то подруги. То есть их осталось там несколько человек, и то я с ними общаюсь очень-очень редко. Я перестала заниматься танцами, которыми занималась всю свою жизнь. Я перестала изучать эти, господи, как они называются, это новая, криптовалюты эти все, онлайн торги биржевые. Перестала заниматься, инвестициями, я перестала изучать инвестиции. И вот она начинает перечислять, от чего ей пришлось отказаться за год общения с мужчиной. И естественно, когда мы с ней в процессе общения, она поняла, что ей пришлось отказаться, по сути-то, не от своих увлечений, а от части себя, ради того, чтобы угодить мужчине. Она сделала вывод, что ее никто не любит. Ее просто хотели сделать удобнее. И это очень такой ключевой и значимый показатель для каждой женщины. Если ваш мужчина неуважительно относится к вашим ценностям, а это может быть все, что угодно, еще раз повторюсь, ваши хобби, увлечения, ваш круг общения, и начинает каким-то образом, манипулируя, шантажируя, выдвигая какие-то условия, пытается вас отвлечь от того, что вам было дорого, это очень опасно. Я вам объясню почему. Когда у женщины пропадают иные источники радости, кроме общения с мужчиной, она становится зависимой от мужчины. А вот эта сильная зависимость, она подразумевает что? Она подразумевает гормональную систему. Потому что я приведу очень простой пример. Смотрите. Вот у женщины было, допустим, в жизни 10 источников гормонов радости и счастья. Каких? Дофамин, эндорфины, сиротонин, окситоцин и так далее. Что это были за источники радости? Спорт, танцы, рисование, биржевые торги, общение с подругами, походы в лес с одноклассниками, неважно с кем, еще что-то. Вот у нее есть 10 источников. И есть мужчина. Это как составляющая ее жизни. Обязательно такая прям емкая. Появляется этот персонаж и начинает отсекать другие источники радости. И когда он остается один-единственный, где-то женщина начинает наступать на собственное «я», пропускать недостойное поведение. Потому что мужчина становится для нее источником того, чего она лишилась. Поэтому ваша задача изначально, когда вы входите в отношения, обозначать свою позицию. Обозначать то, что для вас дорого. И понятно, что это видео для зрелых людей. Это не говорит о том, что если вы до знакомства с мужчиной, вашей ценностью было по пятницам ходить в стриптиз-клуб «Клубничка», и засовывать в трусы стриптизером эти пятитысячные купюры, и тут появляется мужчина, вы ему говорите, «Ты знаешь, Гриша, а у меня такая ценность есть очень важная, от которой я не хочу отказываться. Я по пятницам буду ходить в стрип-клуб и пацанам между булок засовывать пятитысячные. Отнесись с пониманием». Но тут как бы уже с пониманием и нормальный мужчина и не отнесется. Вот так. Это запомните раз и навсегда. Я, кстати, хочу обратиться к вам, дорогие девушки. Если вы сталкивались с такими ситуациями, когда мужчина пытался вас лишить того, что для вас дорого, напишите в комментариях, чего вас хотели лишить, каким образом это происходило. Ну, к примеру, вот все твои подруги-проститутки. Если вы общались с подругами, мужчина обязательно манипулировал вами и не хотел общаться, либо не разговаривал с вами, либо наказывал вас молчанием и говорил «все, мы с тобой расходимся». Либо мужчина ставил условия «выбирай, либо ты танцуешь, занимаешься танцами, либо я». И вы вынуждены были бросать там танцы, к примеру. Поделитесь своими историями. Это правда очень интересно. И будьте внимательными. Это был второй признак того, что вас мужчина действительно любит. То есть, если ваш партнер с уважением относится к вашим ценностям, это действительно подтверждает его любовь. Третий признак – ваш мужчина готов к взрослому, зрелому диалогу с вами. Способность человека договариваться, то есть быть в коммуникации, говорит о многом. Если вы подходите к своему мужчине и задаете ему какой-то вопрос, который действительно очень беспокоит вас, он дорог этот вопрос для обсуждения, он тревожит вас, он не дает вам покоя. То есть, он такое, знаете, зерно, которое пустило ростки в вашем сознании и разрастается, разрастается, разрастается. Вот вы подошли к мужчине и озвучиваете конкретную проблему, либо просьбу, либо просто хотите что-то обсудить. И он делает это. То есть, он может сесть абсолютно спокойно и выслужить вас. Нет, естественно, если вы подлетаете к нему там со сковородкой, либо сразу с претензией говорите, ты мучила, сядь, послушай, и он уходит от разговора. Это одна ситуация. Если вы его так же зрело приглашаете в диалог, он откликается. Я приведу очень простой пример. Женщина приходит домой и говорит своему мужчине о том, что, любимый, ты знаешь, мне очень дискомфортно и неприятно от того, что ты не говоришь, во сколько ты приедешь вечером домой. Не потому, что я хочу тебя проконтролировать. Вот я хочу тебя встретить ужином, например, а сама знать не знаю, когда его начать тебе готовить. Чтобы ты приехала, хочется же тебя удивить, потому что я тебя люблю. И мужчина адекватный, он что? Он будет орать на нее, он будет ей говорить, не выноси мне мозги, он будет ей говорить, что ты меня там доебываешь, достаешь. Нет. Он сядет, скажет, любимая, я тебя услышал, да, прости, солнышко, давай договоримся, я буду стараться тебе заранее сообщать, плюс-минус, во сколько я буду приезжать домой. Это говорит о том, что два человека зрелых. А бывают обратные случаи. Вы как часто женщины мне пишут. Я пытаюсь поговорить с мужем, он мне говорит, не выноси мне мозг, отвянь от меня, отлипни, еще что-то, избегает разговора. Некоторые женщины годами не могут ни о чем поговорить со своим мужчиной. Это признак того, что вас не любят. Вы должны запомнить, если мужчина не разговаривает, вас не любят. И при этом я как-то говорил в одном из видео о том, что у многих людей может быть просто недоразвита нейронная шкала, шкала нейронного развития. Это абсолютная правда. И у него, в принципе, отсутствует навык коммуникационный, коммуникативный. То есть, у него присутствует навык жевательный, высирательный, навык пукательный, орущий навык, бухающий навык, сексуальный навык. Вот у него такие навыки работают. Понимаете? А вот навык открыть рот, чтобы извлечь какой-то звук, он как бы... Там нейроны не соприкасались никогда между собой. И если они когда-нибудь соприкоснутся, это будет в состоянии сильнейшего стресса. Либо он подбухнет, он раз в год вам скажет, что я тебя люблю, крошка. Либо еще, когда вы ему скажете, я от тебя ухожу. Давай поговорим с полной стресса. Это распространенная история. Был у меня там марафон, такой челлендж. И я предлагал женщинам своим провести такой эксперимент. Он был не очень красивый, но я тогда был очень такой молодой, начинающий такой психолог. Я решил провести челлендж, прийти и сказать мужчине своему, что я от тебя ухожу. Вы знаете, что сделали? 100% этих мужчин. Давай поговорим. Почему? Давай поговорим. Что случилось? Не понял, в смысле куда? Что случилось? Ты хотя бы объясни. Видите, как сразу начинает рот открываться? Почему? Многие мужчины в стрессе, да, действительно говорят. В стрессе, либо в состоянии измененного сознания. Пьяные, обкуренные, еще какие-то. Вам же такое не нужен. Вы же не будете ждать, когда ваш мужик напьется, чтобы с ним поговорить. Поэтому постарайтесь сделать для себя правильный вывод. И изначально, когда вы знакомитесь с мужчиной, обращайте на это внимание, на его способность обсуждать что-то. Вот для примера я приведу просто простой пример. Я даю рекомендацию девушкам, обсудить с мужчиной какие-то, знаете, вторичные смыслы какого-то фильма, который вы посмотрели вместе. Вот вы же пошли в кинотеатр, посмотрели фильм, вышли, ну как тебе понравилось? Да. А тебе? Ну да, прикольно. Это не обсуждение. Это так пробежать поверхностно. А вы же хотите понять, каков вообще человек рядом с вами, насколько он умеет формулировать мысли, какой у него словарный запас, складывает ли он как-то предложение, конструкция какая-то появляется, либо это хаотичное звучание, набор слов просто. Поэтому задавайте вопросы. А что тебе больше всего запомнилось? А какой ты смысл в этом увидел? А вот я, например, увидел в этом, этом, этом и то-то, то-то для себя. Это важно. Важно. А часто женщины что? В состоянии влюбленности, ослепленные. Что вы? Встречаетесь, пьете, веселитесь, спите, сексом занимаетесь, даже не разговариваете. Это был еще один показатель, что мужчина вас действительно любит. Он готов с вами поговорить. И не орет, как потерпевший. Четвертый признак, что вас любит действительно ваш мужчина, это уважение. Он уважительно относится к вам. Уважение, это в принципе, знаете, такой компас в отношениях и для мужчины, и для женщины. Вот когда мужчина не уважает свою женщину, вы должны понять очень важный момент. Он не уважает себя. То есть он настолько заблуждается в своем выборе, что как будут развиваться эти отношения, никто не знает. Он сам не знает. Это внутренний конфликт мужчины, вы можете понять? То есть дело вообще не в вас. Когда мужчина не уважает женщину, это его внутренний конфликт. Его может что-то раздражать. Его может что-то бесить. Он может на что-то смотреть с таким состоянием внутреннего раздражения. Там могут срабатывать какие-то проекции. Это может быть вообще не связано с вами, а с его, например, так я может быть грубо скажу, изношенностью. Он настолько устает физически, что переходит в стадию агрессии. Мы же прекрасно понимаем, что когда ресурсы жизненные у человека заканчиваются, то агрессия становится допингом. Это генетика. Вот когда охотник в лесу бежит от дикого зверя, его начинают покидать силы, в организме начинает вырабатываться огромное количество гормонов стресса, в том числе норадреналина. Не адреналина, а норадреналин. И норадреналин, да и как допинг, становится таким ресурсом, состоянием для мужчин. И часто такое бывает, например, что ваши мужчины могут войти в состояние неуважения к женщине через внутреннее состояние обессиленности. Я приведу очень простой пример, чтобы вы просто понимали, о чем идет речь. Есть мужчины, у которых работа очень стрессовая, либо очень физически тяжелая. И когда мужчина приходит, например, домой после тяжелого трудового дня, ему очень сложно не на уровне сознания, а на уровне его процессов в организме. Это вегетативная нервная система. Это его, в принципе, да, если говорить даже, например, про обычное сознание мужчин. Вот взять репродуктивку, взять гормональную систему, разные системы организма. Вот он пришел домой, он раздражен еще теми обстоятельствами. И часто мужчины срываются на своих женщинах, хотя они действительно их любят. А потом жалеют об этом. Почему? Потому что ни он, ни она не понимают процесса происходящего с ним. А это важно понять. Поэтому я часто рекомендую мужчинам, которые пришли домой раздраженными, их задача не вступать в контакт с женщиной сразу. А вообще простая задача. Иди поешь, прими ванну, полежи какое-то время. Для чего? Когда мужчина поел, принял душ, полежал, его симпатические отдел нервной системы, вегетативной, переключается на парасимпатику. То есть симпатический отдел передает эстафету парасимпатическому. А парасимпатический отвечает за восстановление ресурсов. Вот когда этот процесс включается, с таким мужчиной безопасно взаимодействует. И ему безопасно взаимодействовать с собой. То есть не нужно лезть на рожон. Но это такая физиология. Такое бывает. И когда люди любят друг друга, они понимают, что слушай, блин, прости, я буду работать над собой, я буду изучать себя для того, чтобы такого не было. А бывает обратная сторона неуважения. Все равно устал мужчина, не устал, отдохнувший, не отдохнувший, он неуважительно разговаривает, он неуважительно ведет себя, он неуважительно высказывается в отношении вас, ваших близких, ваших увлечений, занятий, вообще вас как личности. То есть транслируется полное неуважение. Это признак того, что вас не любят. Ну что, а у нас остался еще один признак, который подводит итог. Это фундамент. Фундамент, который позволяет женщине действительно ответить себе на вопрос, что меня мужчина любит. Вот смотрите, мужчина действительно где-то может быть импульсивным, взрывным. Он может не контролировать себя, не причиняя вам боли. То есть это абсолютно нормальное поведение для мужчины. Особенно для мужчины, который развивается и к чему-то стремится. Мужчина может быть забывчивым. Он может где-то по незнанию, по неосторожности быть не таким мягким и пушистым, как вы хотите. Мы можем быть разными. Но вот то, что подводит как бы общий итог под признаками любви, это характеризует вообще в принципе природу мужчин. Его природу, его стержень, его надежность, безопасность вашего присутствия с этим мужчиной. И речь сейчас идет о его поступках и действиях. Вот если рядом с вами мужчина, который является таким лирическим балаболом, он очень красиво говорит, он красиво рассуждает, он красиво рассуждает о прошлом, вспоминая себя героя в прошлом. Он красиво рассуждает о будущем, но в настоящий момент времени он своими поступками и действиями вообще никак не проявляется по отношению к вам. «Вас не любят». Любовь, она побуждает человека двигаться вперед. То есть любить – это действовать. Любить – это глагол. То есть, значит, действовать, что-либо делать. А когда ты что-либо делаешь, ухаживая за своей женщиной, заботишься о ней. И здесь речь идет о разных абсолютно проявленностях. Это может быть и финансовая забота, и эмоциональная забота, и совместное времяпрепровождение. И помощь по дому, и помощь с детьми, и поговорить со своей женщиной, и удивить свою женщину, и дать ей возможность отдохнуть, и показать ей свое стремление улучшать там жизненные условия, в общем, жизнь в целом, в паре. Это говорит о том, что мужчина любит вас. Это когда мужчина что-то обещает и делает. Я вам вот расскажу одну историю. Мне одна девушка пишет, вы знаете, я встретила потрясающего мужчину. Я никогда не думала, что такие мужчины могут быть классными, что просто супер. Мне так хорошо с ним и комфортно. Но есть одно но. Он все, что он не говорит, никогда не делает. Так как же ты тогда говоришь, что все классный мужчина таких никогда не встречала? Ты действительно, возможно, таких никогда не встречала? Балаболов. И таких мужчин много. И ваша задача, а женщины знаете, как происходит? Мужчина говорит своей женщине, ты знаешь, я мечтаю, чтобы наша свадьба прошла на Мальдивах. Мужчина сказал одну фразу, которая может женщину увести на полгода в фантазии. Что делаете вы? Как разница мировосприятия мужчины и женщины? Мужчина говорит, я мечтаю, чтобы у нас свадьба была на Мальдивах. И женщина такая, вау, класс. А там же этот песок белый, да? Да, да, как мука. А там же это все 1190 островов, по-моему, да. Да, вау. А там же, там что это, морепродуктов много. Да, вот это все рассуждение. Она уже представляет себе. А в какой-то момент хочется так взять эту женщину и сказать, спакуха, спокойно. И так на ухо ей сказать, спроси у него, сколько человек мы позовем на свадьбу. А сколько мы человек позовем на свадьбу? Он говорит, ну, я думаю, получается, у нас с тобой двое, твои родители, мои родители шесть. Ну, немного там, ну и свидетель, свидетельницы. Восемь человек. Спроси у него тогда, а кто платит за перелет? А кто платит за перелет? Ну, если мы приглашаем, получается, и мы платим. А теперь спроси, сколько стоят билеты на Мальдивы и обратно. А сколько билеты стоят на Мальдивы и обратно? Ты уточнял? Ну, я считал там 150 тысяч на человека туда-обратно. Это получается, сейчас, Гришенко, секунду солнце моё. Так интересно, господи, свадьба на Мальдивах. 150 тысяч умножаем на 9 миллион 350 косарей. Гриша, а ты сколько зарабатываешь в месяц? Ну, соточка выходит. А из соточки мы платим с тобой за квартирку, на еду. В конечном итоге у тебя 10 тысяч остаётся. Это свадьба на Мальдивах. Только на билеты будете зарабатывать. Женщине важно не анализировать, фантазиям предаваться. Мы с тобой, там у нас свадьба. А я через полгода куплю квартиру. И она опять уши развесила. Женщина в общении с мужчиной должна уходить от эмоционального рассуждения к более логичному рассуждению. Тогда будет всё правильно. Тогда у вас будет получаться определять для себя. Это любовь, либо это попытка показать, что меня любят. Вот если ваш мужчина рассуждает, постоянно даёт информацию для того, чтобы вы мечтали, а вы стоите и мечтаете о сапогах, а у вас мизинец уже выпал. На морозе, блин, из сапога и посинел от мороза. А вы там думаете, ну скоро он мне купит уги. Купит он вам уги, конечно. Так вот, дорогие мои девушки. Вот мы сейчас разобрали 5 признаков любви мужчины по отношению к вам. А вы знаете о том, что есть признаки нелюбви женщины по отношению к себе? И я вам больше скажу. Многие из вас ждут любви со стороны мужчины в тот период, когда сами себя не любите и более того, даже где-то и ненавидите. Так вот, прежде чем интересоваться тем, любит ли мужчина вас, задайте себе вопрос. А вы себя любите? А вы себя цените? А вы себя принимаете? Так вот, о том, как женщине полюбить себя в первую очередь, как женщине полюбить себя, привести в порядок самооценку, самоценность, я об этом рассказываю на своем бесплатном онлайн курсе «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании под этим видео. Переходите по ней. Влюбляйтесь в себя. Это на всю жизнь. И вот когда вы в себя влюбитесь, я вам даю стопроцентную гарантию. Рядом с такой женщиной, которая любит себя, всегда будет мужчина, который будет бесконечно любить ее. Всем пока-пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok